МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 5,5 тонн на празднование Дня народного единства в Рязани подсчитали общий вес гостей улицы Почтовой. Закон о банкротстве физлиц, о котором несколько лет говорили кредиторы и должники, вступил в силу 1 октября. Он дал право россиянам объявлять себя банкротами и не платить по счетам, если нет такой возможности. В Рязани на сегодня 141 житель попадает под критерии банкротства. А в судах области уже сейчас рассматривают 10 заявлений от граждан о признании финансовой несостоятельности. Признать себя банкротом даже при наличии задолженности может не каждый. Во-первых, сумма долга по кредитам, налогам и жилищно-коммунальным услугам должна превышать 500 тысяч рублей. Второе условие – срок задолженности не может быть меньше, чем 3 месяца. В-третьих, за процедуру банкротства придется заплатить. Кроме того, при подаче заявления гражданин обязан платить государственную пошлину, которая составляет 6 тысяч рублей, и перечислить на депозитный счет арбитражного суда 10 тысяч рублей – это сумма, которая подлежит выплате финансовому управляющему, которая, если выводится процедура, утверждается судом для проведения данной процедуры. Если денег на все не хватит, процедура банкротства будет прекращена. Чтобы стать банкротом, придется потратить и немало времени. Для этого необходимо обратиться в арбитражный суд по месту жительства. Помимо заявления, необходимо предоставить список кредиторов, суммы просрочки, перечень имущества, состояние банковских счетов, ценные бумаги и предметы роскоши. И только проверив, насколько предоставлена информация и соответствует действительности, суд вынесет вердикт. Законом предусмотрены три процедуры, которые вводятся в отношение банкротства физических лиц. Это реструктуризация долга, реализация имущества и мировые соглашения. Предусматривает новый закон и защиту от мошенников. В том случае, если человек намеренно пытается уйти от уплаты долга через процедуру банкротства. Так, в анализируемом периоде направлено на рассмотрение четыре материала по признакам преднамеренного банкротства и по признакам неправомерных действий при банкротстве. По направленным сообщениям возбуждено одно уголовное дело. В отношении остальных должников в настоящее время продолжается проверка правоохранительными органами. Сам гражданин также обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, когда размер его долга составляет не менее чем 500 тысяч рублей. Эта обязанность должна быть исполнена в течение 30 рабочих дней со дня, когда гражданин узнал о данных обстоятельствах. Раньше должнику грозило распродажа имущества и даже выселение из квартиры. А новый закон гарантирует минимальный уровень защиты прав гражданина. Так, например, в имущество, подлежащее распродаже банкрота, теперь не могут попасть и единственное жилье, если только оно не взято в ипотеку – предметы домашнего обихода за исключением драгоценностей. Например, признак неплатежеспособности может отвечать, что гражданин прекратил расчеты с кредиторами, размер его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества, имеется, например, постановление судебного пристава исполнителя о невозможности взыскания в связи с недостаточностью у должника гражданина имущества. Эксперты напоминают тем, кто решил признать себя незастоятельными, что банкрот – это черная метка в кредитной истории. После такой процедуры взять суду, кредит или ипотеку довольно проблематично. Также нельзя быть зарегистрированным в качестве ИП, и в течение трех лет банкрот будет не вправе участвовать в управлении юридическим лицом. Сразу три ДТП с участием детей случилось накануне. В результате четыре ребенка поступили в больницу с травмами. Наталья Новикова подробнее. 3 ноября в 14.15 недалеко от остановки общественного транспорта возле торгового центра «Глобус» произошел наезд на ребенка. Как рассказали полицейские, 24-летний житель Рязанской области, управляя легковым автомобилем ВАЗ-2112, совершил наезд на 13-летнего подростка, который внезапно выбежал из-за стоявшего на остановке автобуса. Водитель применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний с переломом бедра был доставлен в медицинское учреждение города Рязани. В этот же день в 18.25 на улице Октябрьская 26-летний рязанец, управляя автомобилем «Рено Сандера», совершил наезд сразу на двоих детей 12 и 14 лет, прибегавших в проезжую часть слева направо, вне пешеходного перехода. В результате происшествия с травмами различной степени тяжести детей поместили в медицинское учреждение. И еще один наезд на ребенка произошел 4 ноября в 13.10 в Рязани, около дома 63 по улице Татарская. На нерегулируемом пешеходном переходе 23-летняя жительница города, управляя автомобилем «Киа Рио», совершила наезд на 11-летнюю девочку. В результате дорожно-транспортного происшествия пятиклассница с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение. Рязанская ГИБДД настоятельно рекомендует взрослым напомнить детям и подросткам о правилах безопасного поведения на дорогах и личным примером показывать основы дорожной грамотности. День народного единства в Рязани отметили по-новому без привычных шествий с флагами и лозунгами. Вчерашний выходной день многие рязанцы провели на почтовой улице. Побывала на праздники и наша съемочная группа. Празднование Дня народного единства прошло на ура. Это отметили и сами рязанцы, и глава региона. Он также посетил улицу почтовую во время гуляний. Олег Ковалев посетил ряд площадок праздника, пообщался с жителями города. Детям с ограниченными возможностями здоровья, участникам открытого чемпионата «Я рисую мир», губернатор подарил сладкие сувениры. На тематической выставке «Книг по истории России и народов мира» глава региона ознакомился с представленными изданиями и побеседовал с библиотечными работниками. Он подарил детской библиотеке том Сергея Есенина и новую версию путеводителя по области. На баннере, где каждый желающий мог оставить свое праздничное поздравление, Олег Ковалев написал «Всем рязанцам счастье». Затем сфотографировался с макетом президента. А на площадке «Рязанское воинство» сквозь века, одного из исторических клубов области, губернатор под руководством мастеров отчеканил памятную монету. В общем, повеселился вместе с горожанами. «Мне вообще в последнее время нравится то, что происходит на почтовой. Я должен сказать в адрес администрации города, в адрес городского совета или городской думы, как сейчас мы говорим, что они приняли решение такое, что в течение всего такого периода весеннего, летнего, осеннего здесь сопровождается народными гуляниями, праздниками и так далее, где люди могут прийти просто отдохнуть, потому что неделя может быть разная у всех, но, как правило, это напряженка, это проблемы, это какие-то неприятности возникает. И когда люди имеют возможность прийти сюда, здесь получить удовольствие от чего-то, что им может быть предложено, это очень хорошо, потому что это повышает, улучшает социальное самочувствие граждан. Это очень полезно». Для тех, кто внимательно следит за состоянием своего здоровья, Рязанским медицинским госуниверситетом на почтовой была развернута палатка здоровья, где каждый желающий мог измерить свое артериальное давление. Среди других площадок это выделялось ярко-красными шарами и сердечками и большой очередью из желающих измерить давление. Интерны кафедры госпитальной терапии РязГМО знакомили рязанцев с информацией о здоровье, которую должен знать каждый. Посетители площадки не только измерили давление, но и получили рекомендации, необходимые для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также информацию о лечебной работе вуза. Всего за время работы площадки РязГМО было осмотрено более ста человек. Вы регулярно меряете давление? Нет, не регулярно, но хочется знать. У меня давление всегда было в ноги, а вот скорой меня убежало в лородделение. Теперь вы следите за своим давлением? Мерели следить. 40% россиян не знают, имеют повышенные цифры артериального давления. И большинство из россиян не знают вообще, какое у них артериальное давление. Поэтому вот эти мероприятия, мы надеемся, позволят впервые выявить артериальную гипертензию. И мы всем, у кого повышено давление, даем рекомендации, как себя вести по немедикаментозной терапии. Главное, мы предлагаем прийти к врачу на обследование, чтобы уточнить причину повышения артериального давления. За этот год Почтовый стал уже привычным местом для таких вот шумных праздников и всевозможных акций. В этот раз для рязанцев было организовано 12 интерактивных площадок. Гостей ждали массовая зарядка, спортивные соревнования, конкурсы, флешмобы, концерты и многое другое. Стоит отметить, что этот праздник организовали сами горожане, то есть наиболее активные из них. Поэтому и получилось все так весело и душевно. Поздравляем всех рязанцев с праздником, чьим им хочется и побольше, главное, всем. Поздравляем всех с праздником. Единение согласия, удачи, единение народа и будущим свершением. Поздравляем всех рязанцев с праздником большим. Очень рады. Хорошая погода, хороший праздник, хорошо организовано, все веселые, счастливые. Ну что еще пожелать? Всем счастья, здоровья, всего, чтобы было хорошо. С праздником, дорогие рязанцы! Всего вам самого хорошего и самого лучшего! Я вас люблю! С праздником! Полувековой юбилей отметила 44-я общеобразовательная школа города. Поздравить учебное заведение с праздником во дворец молодежи пришли выпускники разных лет, педагоги, родители, представители власти и, конечно же, ученики. На территории как города, так и области находится огромное количество школ. Многим из них уже более 40 лет. На этой неделе одна из самых престижных школ города отметила свой 50-летний юбилей. За свою долгую и прекрасную историю школа выпустила много достойных людей. У нас есть именитые ученики. Как-то так случилось, что больше всего учеников в области здравоохранения работает. Это Ракита Дмитрий Романович, главный врач кардиологического диспансера. Это Карпов Олег Евгеньевич, который возглавляет центр имени Пирогова в Москве. Очень много наших выпускников работают в сфере медицины. Но еще очень много выпускников являются педагогами, так как в школе впервые в 1990 году открылись педагогические классы. И у нас много кандидатов в педагогических наук, учителей, директоров школ, которые вышли из стен нашей школы. Всего в школе преподают 56 педагогов. В их числе два почетных работника общего образования, 10 отличников народного просвещения, два лауреата губернаторской премии, семь кандидатов и один доктор наук. Школа вот уже несколько лет становится победителем в конкурсе на лучшую организаторскую работу в рамках экологического воспитания учащихся. Учителя, которые пришли в эту школу не так давно, отмечают ее особую дружественную обстановку, царящую в школе. В этой школе я работаю недавно, всего три года. Но что меня поразило, когда я впервые переступила по рук этой школы, доброжелательная атмосфера, сплоченный, дружный коллектив. И могу с уверенностью сказать, что меня приняли в этот коллектив как в семью. Очень отзывчивые, очень талантливые педагоги. Единственный способ понять будущее, это изобрести его. Девиз школы номер 44 сегодня. И сейчас школа – это корпоративное единство детей и взрослых, в котором позиция одного не менее значима, чем позиция большинства, и в котором не готовят к будущей жизни, а живут и действуют сегодня, ориентируясь на успех всех и каждого. Это все, что мы хотели вам рассказать. Далее смотрите прогноз погоды и программу подробностей. Хорошего продолжения вечера. Это она. Опять она. Она – невыносимая, ужасная болезнь, от которой болит полголовы. От нее нет никаких средств, нет никакого спасения. Именно так Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита» описал мучившую Понтия Пилата мигрень. В наше время подобную головную боль испытывают сотни тысяч людей ежедневно. С мигренью можно бороться с помощью магнитотерапии. Множество исследований подтверждают ее результативность. На базе нашего предприятия был создан специальный медицинский прибор, который позволяет проводить сеансы лечения в домашних условиях. Аппарат «Диамаг» используется не только для облегчения головных болей. Уже несколько лет его активно применяют в сосудистых центрах страны для лечения различных нарушений мозгового кровообращения. Аппарат рекомендует при хронической ишемии головного мозга и остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Спешите приобрести «Диамаг» по специальной цене до 10 ноября в аптеках «Спрей», «Фарма» и «Ригла». Субтитры создавал DimaTorzok